Добрый вечер, приветствую всех на открытом вебинариях из серии открытых вебинаров перед началом полного курса Smart Volume Trading, который проводится уже будет проводиться второй раз и последний такой ответственный длительный отрезок времени достаточно огромный и много времени занимает поэтому такой в таком масштабе обучение скорее всего последний раз проводить сегодняшняя тема тиковый график тиковые данные запись этого вебинара конечно будет на канале youtube волфикс на сайте на facebook и в рассылке даже если нужно сбросить запись на на этот вебинар значит следующий открытый вебинар будет двенадцатого числа и восемнадцатого октября третий вебинар и того их три каждый раз будет интересная тема такую небольшую интригу по темам следующих открытых вебинаров сегодня у нас тиковый график и все что можно из тикового графика взять для себя как для трейдера какую информацию можно считывать полезную как его адаптировать под стратегии ну на самом деле это самый точный и самый детальный график самым мелким таймфреймом ну в общем давайте к нему и вернемся значит по поводу предстоящего курса почему все не раз но я уже сказал что это очень большой отрезок времени который нужно спланировать который нужно ну это достаточно трудоемкий процесс и раньше мы проводили по месяцу по два не более это полгода фактически вот и но очень много времени занимает подготовка трейдеров к торговле скорее всего будет но меньше то есть отдельными каким-то блоками да кстати 6 месяцев из которых 4 будет теория два месяца практика ну детали вы видите на слайде можно отдельно записываться на какие-то блоки даже на отдельные занятия то есть не обязательно в комплексе проходить весь курс допустим вы знаете какие-то основы либо уже были на курсе basic либо были на каких-то других курсах вы хотели бы какую-то определенную информацию защитить напишите в skype спросите в какие даты примерно будет по такой-то тематике занятия и просто записывайтесь либо просто на практику и записывайтесь то есть это открытая кафедра которую вы можете посещать либо не посещать так лучше сразу пишите если есть какие-то вопросы касательно оплат либо же сразу пишите в skype education вас там проконсультируют и помогут если допустим нужно консультация а в большинстве случаев не помешало бы пройти перед записью на курс небольшую консультацию где можно задать вопросы и в принципе уровень подготовки трейдеров к такому курсу без вообще наличия опыта и знаний таким участникам сложно на этом курсе потому что по настройкам по базовым вещам там буквально первое там две недели недели все потом уже идет такая активная подготовка и очень много времени это занимает поэтому учтите это нужно освободить на полгода очень много времени свободного на работу на занятия и на практику значит вечернее время 2-3 раза в неделю помимо занятий между занятиями есть skype поддержка skype чат группы также есть форум закрытый где вы будете сбрасывать домашние задания и вести какие-то обсуждения также будете там создавать архив своих знаний и необходимых данных обмениваться со своими товарищами по группе ну и практика с открытия рынка тоже два-три раза в неделю с инструктором концентрирование между и в во время торговли ну и индивидуальная торговля либо же торговля в команде значит приступим к изучению тикового графика скажите есть кто-нибудь кто ну еще не знаком с платформой волфикс чтобы немножко объяснить с чем мы тут имеем дело отлично это хорошо значит всем привычный баровый график и его модернизация и улучшение кластерный график это тип отображения данных которые идут с биржи в онлайн потоком но в кластерном графике в допустим кластер чарте мы видим те же японские свечи либо же бары кому как удобнее и привычнее в формате какого-то определенного времени то есть если мы к примеру используем пятиминутный бар то есть все отрезки каждого паттерна одинаковые пятиминутные мы видим как бы суммарную информацию о давайте чуть светлее сделаю объем а то совсем не видно вот и видим в количественном значении сумму в контрактах проторгованных по каждой цене непосредственно за какой-то одинаковый промежуток времени опять же мы можем взять максимум минимум этого паттерна также можем открытие закрытие взять как информацию для применения в тактических целях либо же анализа в платформе волфикс вот здесь возле кластера видно может быть такие темные зеленые полосочки указывают на вектор кластера ну и собственно открытие и закрытие то есть вот так вот компактно мы решили этот вопрос так как многие хотели чтобы было открыть и закрытие по кластерам это есть уже достаточно давно мы это решение ввели вот это вот сейчас вы видите баба баровый график только еще с отображением количественного значения суммарно сколько поторгованных контрактов по той по каждой цене в этом баре что же такое тиковый график и в принципе что такое тики ну в стандартном обычном понимании тика это минимальный шаг цены то есть в любом трейдерском словаре это именно так ну финансовом это правильное определение что такое тик тиковый график и даже не тика тик бар чарт график отображает изменение цены то есть фактически динамику активность такой такой как бы след поведения стакана за торговую сессию это очень информативно и применение тикового графика с его настройками ну тут огромные возможности сейчас мы видим текущую сессию по инструменту доллар рубль это тиковый график с 10 утра вот открытие биржи почему я подчеркнул что прямо с открытия тиковый график он достаточно такой для пока прорисовка каждого тика минимального изменения цены с данными по объему дельте немножко может компьютер напрячь то есть ну идет сильная нагрузка на отображение графики поэтому иногда выставлять рекомендуется здесь фильтр допустим там на пять контрактов либо на 2 то есть чтобы очень мелкие объемы в тиках не отображать фитрас такую значит есть платформе с минатор торгов к сожалению был вернее не к сожалению он был но почему-то ну трейдеры абсолютно не использовали его ну минимальное применение этого модуля было принято решение его абсолютно исключите списка компонентов на самом деле это просто мощнейший инструмент на для отработки навыков тех же самых стратегий то есть вы можете повторить вчерашний день в таком же самом темпе либо в пять раз быстрее и я сам когда-то стажировался на трейдера и на этом симуляторе проводил очень много времени просто можно со скоростью в там пять десять раз быстрее прокрутить несколько торговых сессий найти свои ошибки остановить нажать на паузу подумать потом принять решение ну и так очень быстро набираешься опыта но мы ведем статистику по модулям которые трейдеры используют то есть частоту какие постоянно какие вообще не используют ну и в общем симулятор как бы никого не интересуют не интересовал поэтому его с компонентка вы исключили по поводу подключений сейчас я вам покажу какие есть на данный момент типа подключения платформы буквально секундочку уточню для тех кто допустим совсем совсем недавно присоединился к нам сейчас и немножко ограничивать количество графиков на 2 часа 12 покажу какие типы подключения есть и платформа волфикс является торгово-аналитической но мы не являемся брокером поэтому через торговые шлюзы вы можете подключить торговый модуль окно ордеров и к своему торговому счету если у брокера есть вот такие типы шлюзов сейчас я вам их продемонстрирую вы возможно найдете в списке шлюз который есть у вашего брокера сейчас одну секундочку вот в общем то наш новый сайт он чуть-чуть еще совсем осталось заработать вот торговые шлюзы и описание как подключиться к ним даже если у вас не получится самостоятельно нам напишите в поддержку техническую в скайпе и вам помогут значит и кежит ритмик ктс т4 опаны край смарт ком транзакт коннектор санта фикс и коннектор аллор инвест зависимости от брокера зависит насчет оплаты шлюзу но шлюз не такой уж и там ну это не но в новой технологии шлюз давно уже используется и применяется поэтому по идее у вашего брокера должен быть такой сервис не платным даже если есть она какая-то минимальная должна быть то есть это не открытие в америке так продолжаем тактиковый график в данном формате можно настроить тиклы график в режиме сейчас вам покажу какие варианты есть тикового графика отображения значит есть возможность структуре отображать график в формате ну то есть не так как они проходят во времени а друг за другом то есть относительно одинаковых отрезков времени я вам сейчас продемонстрирую как это влияет на построение самого графика то есть отображение в принципе те же самые цены то же самое время только видите сейчас я немножко светлее сделаю гридовку то есть grid это разделение временного отрезка на одинаковые допустим я взял минутки да но видите здесь отрезки какие-то разные тут больше допустим вот здесь здесь уже это отображение графика в как раз идет формации тиков друг за другом то есть без учета времени между самими тиками так как тик это изменение цены между изменением может быть разное время может быть быстрый маркет может быть долго не меняться цена стоять на одном месте но здесь прорисовка идет друг за другом это позволяет очень быстро и эффективно находить разные закономерности в поведении цены в том числе и стакана на что бы хотел подчеркнуть ваше внимание так как именно тиковый график прорисовывают в определенных точках в определенных уровнях которые как раз и нужны на открытие позиции допустим как на тиковом графике можно зафиксировать для себя распространенные модели поведение стакана допустим перед пробитием какого-то уровня либо отработки кофта уровня и это можно изучить и в найти повторяющиеся элементы и создать определенный набор правил и тем самым улучшить на технику открытия позиции против включим сейчас текущие торги и посмотрим как это выглядит я включаю стакан значит так как стакан достаточно широкий и не помещается на один монитор я рекомендую на тиковом графике не сжимать шкалу ни в коем случае и анализировать вот непосредственно на самом минимальном шаге цены то есть чистом виде так как он есть но допустим стакан чтобы не мучиться и видеть то есть не двигать его постоянно не смотреть какие там есть сложные приказы им на других уровнях вы просто на другом модуле допустим на классе профайле тот же самый чарт допустим на минутке либо же там на 10 секунд нам на самом минимальном таймфрейме в классе профайл можете шаг цены поставить допустим 10 либо 5 либо 24 как вам удобнее и в стакан того же рубля на десяти секунд нам таймфрейме неплохо отображается на весь ну то есть полном его вся глубина видно а стакане как раз в конце мы еще затронем вопрос что идет в отображении стакана и как это все называется вот обратите внимание что какие-то определенные точки поведение котировки но в разные то есть именно тиковый график допустим таком режиме схематически нам показывает как идет допустим снятие стопов этот процесс может быть очень быстрый либо же затянуться достаточно масштабный допустим момент также можно увидеть уровни допустим которые удерживают крупные там лимитные заявки которые тормозят market ну котировку в там прям тики ровненько выстраиваются ну что-то по очень похоже на вот этот момент вот так вот определенное время даже периодически подходит котировка и тики не пробивают цену вот видите как неплохо так отобразилась дисбаланс вот вот так вот импульсы формируются скачки допустим вот с этой цены на эту указывают ну видите здесь по два контракта в то время как рядом 46 18 12 соответственно стакан периодически создают такие гэп и микро гэпа их называем микро импульсы вот и в поработав с архивом данных которые есть платформе от тиковых данных то есть тоже не тиковых а трейдов целых и так давайте немного опишем что же является тик какая информация есть платформе волфикс в самом тике значит вот сейчас допустим 390 63 минимальнейших цены 389 391 то есть 63 390 цена следующая цена будет 63 391 это есть минимальный шаг цены значит тик будет формироваться если будет рынок идти на рост следующий тип будет выше и в самом тике есть достаточно много информации во первых объем сделок в этом тике давайте я включу автоследование за стаканом то есть в каждом из этих тиков есть информация ну соответственно цена время когда он сформирован также общий объем сделок давайте включу вам тик search там это очень неплохо в таблице отображается мы сейчас вот так вот сделаем аккуратненько чтобы то было видно это стоян топ и вот получается у нас это лента но не лента как бы тик search статистика пути ком допустим текущей торговой сессии либо вы можете обратиться к там два года назад был какой-то торговый день вы его рассматриваете для разработки стратегии и анализируете значит что мы видим объем цена время соответственно дельта общая дельта ну итоговая дельта агрессоров инициаторов и количество трейдов то есть в одном тике вроде бы кажется что ну куда уже меньше структуре котировки но есть еще такие элементы как трейды в одном тике может быть и 300 трейдов и 200 и объем который идет в отображении в колонке волю мы это суммарный объем то есть допустим когда мы на тиковом графике фильтруем котировку и хотим подсветить какие-то определенные тики с крупным объемом это идет отображение суммарного объема ну забыл еще соответственно изменение открытого интереса на каждом из тиков мы сейчас вы видите 18 контрактов 452 цена дельта на стороне байеров 18 то есть полностью всего три трейда и трейды 279 то есть 18 контрактов были именно по торгован и таким образом это вечерка поэтому не удивляйтесь что такой маленький объем на рубле вся основная сессия уже закончилась и сейчас я проверю до агрессор отличный что здесь в тиксер чем очень рекомендую познакомиться и изучить трейд лист то есть вы сможете проанализировать отсортировать на истории посмотреть какие бывают допустимые крупные трейды то есть любой объем крупный большинстве случаев автоматика брокеров разбивает на меньше порции для того чтобы разместить на стакане и допустим там 500 контрактов может быть разбито 100 по 5 контрактов и сразу видно в треть листе такие моменты когда вы видите что в одном тике идет огромное количество по 5 контрактов то есть скорее всего это был разбит крупный объем на более мелкие также видно крупный тик когда попадается и вы к примеру его используете как ну инициатор либо триггер для на вход обязательно посмотрите из каких порций он состоит то есть и бывает кое-что очень крупные тики состоят из одной сделки с одного трейда то есть действительно кто-то открыл позицию крупную и это немаловажно либо же наоборот из одного контракта 300 контрактов там из 300 сделок провернули такие моменты очень важны также обращайте внимание в течение сессии либо в момент открытия позиции на вот эту колонку дельта так секундочку дельта то есть видно какие идут по большей степени инициаторы то есть вектор для векторности и постоянные вот такие вот блоки допустим за селлером с крупными перевесами допустим вот здесь идет колонка байеров но тут 12231 здесь идет 1286 129 23 ну на первый взгляд кажется небольшой объем но так как это вечерняя сессия тут нечем удивляться текстерч здесь можно изучать это специально модуль для статистики и к нему мы вернемся чуть позже так это баровый график нам нужен тиковый график значит обратите внимание на сейчас мы чуть-чуть вот видите у каждого тика есть такая циферка это есть за стаканом вот здесь вот такая зелененькая стрелочка это навигация начала графика либо же конец еще рекомендую маркет watch это главная кнопка стартовая кнопка платформы цветом global options и вот этот режим не выключить а включить чтобы было он включена то есть движение графика будет как раз эта функция не помешает вот при каждом тике есть свой определенный объем естественно нам интересны моменты когда на рынок заходят крупные участники ведь именно крупный объем причем если это будет огромное количество частных трейдеров давление будет тоже интересным то есть не обязательно это в должен быть какой-то крупный банк либо же какая-то организация и не обязательно это может быть один участник это может быть группа участников с объемом среднем допустим но важна степень момента и присутствие постоянного то есть создать какой-то краткосрочный дисбаланс это не сложно но вот постоянно поддерживать спрос это конечно дорогого стоит крупный участник либо же группа крупных участников может допустим в моменте создать сильный дисбаланс крупными сделками но не поддерживая дальнейший спрос если они купили либо же предложение если не продают то есть грубо говоря кроме размещения нужно еще расширить цену дальше и сохранять это движение поддерживая постоянно перевес на стороне если это продажи постоянно создавать выше по ликвидности предложения чем спрос и таким образом расширять коридор чтобы зарабатывать кэш так как без расширения коридоров размещение позиции по сути не имеет смысла нужно обязательно чтобы цена ушла на покупку либо на продажу зависит от на какой стороне крупный объем ну я думаю никто не будет спорить что именно крупные сделки крупное размещение создают сильная сильную динамику сильно расширения и сейчас я покажу как в тиковом графике отобразить непосредственно вот эти крупные сделки для тех кто совсем недавно да кстати вот смотрите как первую минуту торгуется рубль с какой частотой я бы даже сказал происходит движение стакана вот это след чтоб так более масштабно 1 минуты представляете это первая минута торгов первая минута с открытия сразу обратить внимание как торгуется стакан в бешеном очень 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 быстром темпе вот эти элементы мы уже с вами сегодня наблюдали да когда стакан на расширял цену на покупку вот такая вот происходит структура и потом микро гэп такой снова структура микро гэп вот эти гэп и этот за одну минуту то есть там скорость стакана очень очень и и даже иногда не визуально не запомнишь чтобы допустим вывести какие-то определенные параметры правила для чтения стакана то есть вот в таком режиме тиковый график очень полезен для разработки какой-то тактики чтения стакана возможно определению сигналов на вход с помощью тикового графика вместе стаканом то есть это очень отличный помощник видите то есть цепочка гэп уходят и такие элементы здесь очень часто можно встретить ну даже вот в таком формате с 500 сразу скачок на 513 произошел на самом деле вот так вот и формируются импульсы вот такой вот достаточно резкой и быстрой цепочкой донаправленных тиков еще обратите внимание на гистограмму снизу в вашем тиковом графике если вы не настраивали под свою торговлю его там не ну вот включили так как он есть скорее всего у вас будет вот такой режим стоять full вот снизу гистограмма здесь идет отображение виде гистограммы объема каждого тика то есть можно замечать какие-то участки определенные вот особенно участок где бы был рост ликвидности соответственно потом из-за этого пошел гэп небольшой вот в таком формате в гистограмма не так информативно как допустим формате настраивать total volume гистограмм type здесь вы выставляете какой тип отображения гистограммы снизу сделать байки кисел и бай плюс сал я рекомендую бай плюс салф они будут подсвечиваться кроме объема еще и степь тип агрессора ну допустим 800 контрактов когда это было 10 06 58 секунда 800 контрактов со стороны селера 63 661 ну это не помешает точно и допустим постоянная атака селлеров либо байеров со стороны крупных тиков с крупными объемами только будет подтверждать допустим или либо же наоборот вас ограничит убыточные сделки пример вы хотите заходить на покупку а у вас идет постоянная активность селлеров вот допустим тут видите достаточно неплохо поработали байеры тут видно давайте это уберу наверно мешает я вообще темные такие ставлю чтобы они не сильно отвлекали вот уже видно буквально один вот селлер прошел но по большей степени что здесь что здесь активность была и атака в основном байеров это тиковый объем там 8 единичном видео точечно до особо погоды для для трендов крупных не сыграет но цепочка из таких тиков либо же плотное присутствие байеров либо же селлеров на ком-то участке времени как раз во первых как триггер можно использовать на вход подтверждение того что вы выбрали правильный вектор позиции и на первое время открытия сделки как раз и называют попутный ветер для того чтобы позиция ушла в направлении прибыли хотя бы до перевода позиции в без убыток то есть это достаточно хороший фактор и после перевода позиции без убыток уже легче в спокойнее себя чувствуешь и более ровно мониторишь дальше происходящее это тип с отключенным режимом line time то есть тики прорисовываются друг за другом и это напомню позволяет не сложно достаточно быстро находить повторяющиеся элементы поведения стакана либо же того же графика для подтверждения отработки уровня допустим особенно первую очередь понаблюдайте на истории посмотрите максимум и минимум и либо же экстремум и как они расторговывают такие точки то есть вот точки реверсивности перевес допустим часа возьму рубль если вы есть желание посмотреть какой-то другой ваш рынок не обязательно можно рубль смотреть можно переключить на другие инструменты допустим напишите в чате я обязательно замечу ну давайте сейчас посмотрим прошлый день вечерка вот этот отрезок с 20 40 и до 23 как раз помимо модели которые повторяются еще не забывайте что есть огромный архив который на серверах хранится исторических данных вы можете взять допустим за 2014 год посмотреть индекс ртс как торговались на 1 сентября просто вот подгружается данные каждого тика напомню демо счет да есть возможность практиковаться на виртуальных счетах в окне ордеров неполная симуляция реальной торговли то есть допустим там вы огромное количество контрактов выставили и такая позиция в реальности не сразу будет введена в эксплуатацию либо проскальзывание какие-то ну виртуальный счет есть виртуальный но там абсолютно все функции активные и вы можете единственный нюанс который нет но не про симулирован как в реальной торговле допустим встречная ликвидность там 6 контрактов вы 600 контрактов хотите купить вам вряд ли их сейчас прям сразу проведут по рынку могут 6 контрактов провести допустим там еще какие-то подошли сейчас погружается данным так почему без реала но мы платформе время реальные счета не представляем вы можете подключиться к своему счету конечно попробовать кстати не на неделю а на две недели 14 дней даже не демо доступ на самом деле это тестовый доступ но часто очень по его воспринимают как урезанную программу допустим не весь функционал на самом деле это не так на 14 дней вы получаете абсолютно премиум пакет с всем функционалом возможностями платформа то есть вы как бы тестируйте смотрите подходит она под вашу стратегию торговлю под ваш рынок удобно вам использовать ее и тогда уже принимаете решение на подключение дмитрий вы свяжитесь с менеджером узнаете какие есть торговые шлюзы возможно какие то есть все таки торговые шлюзы вы просто на них допустим не знали и просто откройте нашу страницу и спросите вот из этих есть какой-то торговый шлюз и вам скажут то есть а какой вас брокер кстати как качество как брокера этого банка да кстати если не секрет по каким критериям оцениваете брокера что именно важно чтобы вы ну 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 уже и ну Продолжение следует... Давайте еще раз, раз в такой вопрос популярный. Подключение. Значит, в первую очередь компания Wolfix не является брокером. Мы предоставляем вот такое окно ордеров для совершения отправки приказов на открытие позиций, на закрытие, ну, сопровождение сделок. То есть, торговля полноценная, но вам нужно подключить своего брокера к этому окну ордеров. Вот такие есть подключения. Транзак, Смартком, Ритмик, Клоконный край, Эксанты, КТС, Т4 и ТКГ с лором. Возможно, когда вы были на старом сайте. Этот мы недавно ввели, но, возможно, вы давно уже были на нашем сайте. Всем, кто интересуется подключением, обратитесь к брокеру, менеджеру, который за вами закреплен. Покажите вот этот список подключений шлюзов и спросите, в какой из них есть, если вообще есть возможность такая. Вам скажут, вот у нас есть Ритмик, мы недавно его приобрели, можете подключиться, допустим. Потом пишите в нашу техподдержку и вам помогают подключить и протестировать. Возможно, недавно сменили, либо не добавили. По поводу Плаза-2 напишите прямо сейчас в техподдержку, и вам сразу ответят. Либо на сайте не внесли, либо... Вполне может быть, что просто на сайте не добавили. Ладно, возвращаемся к теклому графику. В принципе, по подключениям, я думаю, мы разобрались, да? Спрашиваете у менеджера своего брокера, если есть. Потом идете на связь с нашей техподдержкой, вас консультируют, как подключить. И затем уже подключаетесь. Да, по поводу Smart Volume Trading, вот тут можно изучить информацию. Тут еще будет добавляться информация более детальная. Ну, основной пакет информации уже есть. Так, значит, напомню, что мы рассматривали только что тиковый график в режиме отключенном Line Time. То есть, сейчас мы смотрим, как на вечерке ночью максимум разворачивался. И модели поведения такого формата, я думаю, мы уже с вами запомнили, да? То есть, идет четкая, ровная, с одинаковыми отрезками времени такая лесенка. Затем идет обрыв. И на следующих вебинарах напомните я вам на ClusterChart вот этот момент. Более детально мы его рассмотрим. Там как раз по дисбалансам будет интересная тема. Дальше. Вот первый пошел такой импульс. С гэпом таким. Вот, можно заметить буквально у одного уровня такие вот очень частые колебания со стороны, ну, с бидаском. Вот эти вот две. И вот здесь тоже. Но здесь, правда, на третий тик немножко уходили. И потом пошел импульс с микрогэпами. Значит, о каких гэпах идет речь? Вот мы видим четыре тика на рост. Раз. Друг за другом прям. И последний тик. Вот он. Четверочка. И следующий тик уже здесь. То есть, вот этот микро дисбаланс в баровом графике вы его не увидите. Потому что бар минуту целую превращает в такой вот прямоугольник с открытием и закрытием. То есть, все, что внутри бара происходит, уже не отображается в баровом графике. Направление. Ну, мы же максимум рассматриваем. Вряд ли вы будете на максимуме покупать. Вам нужно только идентифицировать непосредственно момент, когда это, вероятнее всего, лучше сделать. На самой макушке, вот, мы не дошли до этого момента. Это максимум на тот день вчерашний. Если я не ошибаюсь, то это так и есть. Сейчас мы еще раз заглянем в прошлый день. 63, 970. Смотрим. Еще где-то 5 тиков было выше. А, там пресс-кейл лжат, поэтому там 570. Все нормально. Там лежата шкала цены, поэтому там грубое отображение идет. По отношению к пресс-кейл 1, там 10. Вот. Идет цепочка на самой макушке. И потом снова гэп, видите. То есть, такие моменты можно скальпировать. Либо же для более точного входа использовать. Это мы только вот пока общаемся. Эту модель я вам показал одну, но это одна. Она прям бросается в глаза. То есть, переходим в режим направления рынка на максимуме дня. Ну, о чем мы говорим. Понятно, что нужно готовиться к коррекции, либо же реверсу на продажу. Единственное, нужно определить, когда это наиболее лучшее и безопаснее сделать для позиции. Плюс анализировать информацию только тикового графика и безрисково торговать, к сожалению, пока ни у кого не получится. Потому что, во-первых, нужно еще дельту анализировать, открытый интерес, если это, допустим, российская биржа, именно российская биржа транслирует внутри торговой сессии изменения показателей открытого интереса. Те же корреляторы, ту же ликвидность, стакан, бидаск, ну, не просто так трейдеры 8-ми мониторки ставят, либо там 4-6-ми мониторки, чтобы сразу одновременно анализировать несколько источников информации. То есть, допустим, к примеру, инструмент рубль, но явно не помешает анализировать, анализировать спот в тот же момент, на той же дельте, допустим. Так, теперь другой режим. Вернемся к текущей сессии, возьмем индекс РТС по просьбе одного из участников. 20-30, возьмем точку еще там. Так, теперь другой тип отображения графика, вернее, ну да, в принципе, по-другому не назовешь. Это режим Line Time. Обратили внимание, как он меняется? Плотный и такой, с пробелами вроде. вот этот тип текущего графика, вернее, вариант отображения, уже идет максимально приближенный, ну, то есть, текущие прорисовываются именно так, как они появляются во времени. То есть, если между изменением цены есть зазор по времени, то пустота об этом нам и укажет. То есть, видите, какие-то вот такие пробелы идут, но это не отсутствует тиков, просто длительное время по отношению к предыдущему, допустим, участку цена не менялась. То есть, немножко идет замедление активности. То есть, есть резкая активность, допустим, вот здесь. Сразу три неплохих тика на стороне байера. Вот мы видим ярлычок 105 контрактов. Это ярлычки на тиках с крупным объемом, либо объемом, который вы хотите видеть, то есть, не пропустить. 105 контрактов. Такой фильтр настраивается несложно. Вы заходите в кстати, обратили внимание, грид идет ровный. То есть, отключенный режим line time у вас грид будет такой разнобойный, то есть, широкие минуты поуже и в line time уже здесь все именно так, как оно и проходит во времени. Заходите в volume limit здесь выставляете выставляете типа фильтрации, то есть, допустим, я обычно ставлю такой мягкий средний фильтр и high limit уже пожёще. то есть, допустим, если мы видим в течение часа только 100 контрактов один раз прошли по рынку, то там, допустим, high limit уже ставлю намного грубее, чтобы наличие такого объёма уже указывало на действительно сильного участника. цветовые решения здесь вы уже на своё усмотрение можете настроить. Также, к примеру, очень удобно если у вас ограниченное пространство на мониторах, у вас там, допустим, два монитора либо четыре и ставите, допустим, алёрт на крупный объём в тике и можете смело наблюдать за каким-то другим модулем либо смотреть спот вам, наверное, не слышно сейчас идут алёрты со звуком и вот таким отображением сейчас я немножко пожёстче поставлю, а то мы сейчас будем на одних алертах вот они вот так отображаются и идёт звуковое сопровождение то есть крупную активность вы уже не пропустите так же смотрите что творится видите стоило мне только поставить алёрт сразу происходят такие вещи дивные ладно всё поигрались и хорош опять же виновником 96 и 100 контрактов 101 128 уже видите на продажу пошёл объёмчик посмотрим сейчас 99 470 так как вот тут и тут зашли достаточно неплохо по объёму среднеизвешенная позиция наверное в районе 99 500 у них если один и тот же участник и важно 470 пробить если получится у них видите продолжают по 3 из контрактов одинаковые причём блоки идут это мы отключаем отключить ярлык алёрта просто на него два раза кликайте да атакуют сейчас 470 и вот ещё пошли атаковать видите на участке этом на этой минуте можно смело отдавать приз за активное давление на котировку именно селлером тут тоже алёрты сработали по 50 контрактов как минимум для скальпинга допустим тиковый график ну очень незаменимый практически вот эти вот модели те же самые дисбалансы в общей комплексе то есть обязательно это всё в отдельности не так будет сильно и хорошо работать то есть нужно несколько источников подтверждения триггера и тогда будет намного легче и стабильнее торговля торговля хаин тикс кнопка режим отображения данных смысл если смысл второй раз запрашивать подключение давайте давайте смотря для чего вы хотите демо не демо а тестовую версию на две недели для тестирования если вы планируете работать с платформой то конечно обязательно возьмите попробуйте поработать с ней две недели не забывайте что она на две недели бывает возьмут день поиграются и забудут время вышло для тестового режима доступ заканчивается поэтому возьмите и хорошенько поработайте да конечно почему бы нет почему нет возьмите желательно вспомнить на какой на каком компьютере стояла платформа значит так ответил на ваш вопрос продолжаем это бренд марки нефть марки бренд обратите внимание здесь очень неплохо сейчас ситуация по стакану возьмите на заметку очень хороший метод особенно для открытия позиции ничего ничего не понимаю смысле на другой тест домой взять ну рекомендую просто допустим если у вас на компьютере на ноутбуке ну возьмите на другой ноутбук либо на другой компьютер возьмите тестовую версию потому что на тот же ноутбук идет привязка к железу и будет блокировать можете разные имейлы регистрировать но даже windows как-то пробовали переустанавливать постоянно ребята бесполезно так значит хаден тикс это немножко другой поток ликвидности которой идет не через как говорится обычные стаканы адресные сделки крупных участников чтобы не особо пугать торговцев более мелкого масштаба но сделки проходят через биржу она по ним отчитывается вот есть такого типа как блок трейдс либо адресные сделки вот допустим в сделке указывается именно адресат кто будет продавцом либо байером такой между собой проводят операции и биржи большинство бирж ну всем известные вам биржи в том числе и форс отчитывается по этим сделкам сделкам и они отображаются вот когда включаете режим хэм тикс есть достаточно крупные операции проходят давайте сейчас посмотрим что там по ртс сегодня было либо по рублю очень на форс проскакивает достаточно частенько крупная рыбешка и по 15 тысяч контрактов тут поставим 500 что я сейчас сделал 500 это не отображать тики в которых меньше 500 контрактов трейд фильтр не отображать в трейд листе сделки меньше 50 контрактов так объем да вот сегодня в 13.06 и 29 секунд по цене 63.520 проходит объем 54.400 контрактов соответственно дельты нет на хайдн тикс одна сделка 54 тонны контрактов одной сделкой у кого под рукой калькулятор если не сложно посчитайте сколько это в рубриках давайте посмотрим на РТС там что было сегодня ну здесь потише немножко самый крупный 700 контрактов и то по 200 по 300 завели да кстати обращайте внимание не весь объем в тике может быть однонаправленный то есть допустим там 100 контрактов и 100 контрактов на продажу допустим вот в этом тике 100 контрактов 48 дельта то есть разница между агрессорами трейд лист 3 раза по 20 25 21 вот страны все мелочь скорее всего было то есть если вы увидели там 100 контрактов и зеленый оттенок то необязательно это может быть допустим вот здесь 101 контракт и 9 только дельта то есть из 101 контракта он фактически равносильная ликвидность со стороны байера и селера вот здесь полностью идет 101 101 да кстати видите очень много по 101 контракт 102 одинаковых таких вариантов вот это тиксерч то есть здесь можно достаточно интересные вещи найти и не только хаден тикс сейчас я включил четвертое число посмотрим будут ли тут хаден тикс ну 500 контрактов всего лишь вот на ртс тоже проскакивают хорошие такие сделочки не только на рубле на бренд такие хаден тикс ежедневно проскакивают и в огромном количестве они отображаются вот такими белыми барами там в районе танкера да вроде 300 контрактов стоимость танкера нефти ну мы как-то давненько правда считали эквивалент танкера и ну на товарном рынке на рынке допустим на фьючерсе золота тоже ну раньше было намного больше таких хаден тикс но я думаю что сейчас по золоту лучше если торговать крупным объемом то с поставкой допустим то на лондонской бирже металлов на ламе лами это грид сейчас мы его уберем видите по золоту тоже сегодня проскакивали на золоте нефти это просто нормальное явление ежедневно они отображаются вот ярлычки вы видите сейчас мы немножко цвет поменяем чтобы у меня допустим тиковый график всегда в таком темном сером оттенке на нем очень хорошо видны разные фильтры ярлычки фильтрации ничего нельзя упустить все сразу отображается и хорошо видно точно так же я цветовое решение делаю для кластера 1000 контрактов и это с ликвидностью золота в интродэй это просто если бы эти 1000 контрактов прошли по рынку в стакане это не так бы котировка отображалась потом 200 200 200 то есть видите активность не слабенькая была в этой точке 500 добросили потом еще вот на 685 забросили это знаете если порядок действий крупных давление крупным объемом допустим на пике бросают неплохой объем вот этот ярлычок идет до загрузка и нужно расширить вот этот локальный минимум и вот здесь бросают 500 контрактов и при возврате защищаются вот 680 раз и тут еще видите то есть они не часто происходят и в определенные моменты то есть на разных инструментах активность и частота их разная ну в общем возьмите тестовый доступ и посмотрите на истории насколько они по вашему инструменту если они это золото было опять напоминаю line time режим это вот допустим если вы выставили фильтр по объему то именно в режиме line time вот эти ярлычки будут вот так отображаться если режим line time отключен то будут подкрашиваться именно сами тики то есть видите вот так поэтому это не сбой программы из-за режимов тип отображения фильтров разный долго объяснять line time он более просторнее его можно легко масштабировать а в режиме отключенном режиме line time приходится подсвечивать только тики чтобы ярлычок не закрывал последующие тики были они там не были неизвестно то есть тут важна информация непосредственно порядок и кофе построение то есть совсем забыл хотел показать стакане интересную вещь которую вам рекомендую мониторить уберу сейчас тут смотрите вот это основная часть стакана глубина рынка выше цены ниже цены и разница справа тут кто там баловался и выставлял цвета специально другие вот теперь видно хорошо я думаю тут идет сведение это такая интерактивный кластер к стакану идет отображение агрессоров которые разбиты на две колонки красные агрессоры на продажу и зеленые на покупку данные в этих интерактивных кластерах меняются только тогда когда рынок приходит на эту цену и формирует новый тик если к примеру вот здесь уже были то и больше туда не возвращались пока эти данные будут висеть в виде истории когда вернется стакан снова на этот уровень тут будет отображаться уже новая активность и смотрите на ликвидность со стороны байеров и селлеров то есть мы видим сейчас историю с этого уровня примерно значит 7.2 то есть тут в три раза больше селлеров 27.1 абсолютная тотальный контроль селлеров 14.2 2.1 12.1 тут немножко байеры поставлялись 30.1 видите то есть до вот этого момента идет полное давление селлеров буквально один тик победили 1.1 11.7 7 28.2 5.8 14.13 24.3 63.12 41.4 то есть ну 47.2 вот этот весь лист вернее список колонка до вот этих уровней победа за селлерами видна четко на интерактивном кластере так как это не самая активная часть торговой сессии на бренд стакан менее агрессивно двигается то же самое на S&P допустим в американскую сессию особенно с открытием может быть сильная ну волатильность и стакан двигается очень быстро и не успеваешь анализировать изменения данных у меня допустим в течение торговой сессии всегда открыто два тиковых графика если позицию на продажу смотрите лимитные ордера они допустим рыночные ордера по маркету они как бы двигают цену так как вы когда нажимаете buy market вспомните вас всегда исполняют по цене хуже как минимум хотя бы но поближаешь если вы buy market нажимаете поближайший маск то есть те кто по маркету заходят они соглашаются уже изначально на цену не самую выгодную для себя но у них приоритет непосредственно сейчас зайти необходимо очень важно а те кто работают лимитником им важна сама цена то есть у них много времени у них свой какой-то подход но лимитный ордер он если крупный лимитный ордер допустим будет стоять sell limit то он будет просто как стенка срабатывать для всех buy market вот но на рыночные ордера то есть по маркету двигают вот эти вот на один тик на два вы заходите хуже чем хотелось бы но постепенно вот эти вот рыночники они расширяют цену лимитно ордера по большей степени тормозят market на рубле очень нехорошо на тиковом графике видно такие уровни когда начинают формироваться когда сильный лимитник стоит и можно наблюдать когда такая ровненькая линия сопротивления либо поддержки так это S&P здесь также обратите внимание неплохо сегодня работают байеры колонка байеров ни одного ни одной цены с мелким лотажом со стороны селлеров пробелы тут 5 контрактов тут 1 тут 28 26 тут вообще 4.2 то есть вот этот участок это до вот этого тика этого тика вот так происходит расширение коридора то есть стакан вместе с тиковым графиком незаменимая вещь и тут max volume color это модуль вернее настройки отображения тиков относительно спектра максимальный объем либо же объем за то есть цена за какой-то период с крупным объемом либо текущая допустим с отстрочкой 5 минут тому назад если мы поставим допустим 5 минут вот эта зеленая полоса показывает с текущего времени 5 минут назад где по какой цене больше прошло ликвидности допустим мы поставим здесь 60 минут вот то есть час тому назад и вы смотрите относительно крупных объемов где сейчас торгуется market для информативности вы можете левую колонку которая за графиком здесь идет left scale scale setup можно еще добавить справа колонку последний объем либо же объем за период я допустим использую режим ничего не отображать в этих колонках так как мне здесь нужны не цифры а непосредственно тиковый график с фильтрацией те же самые объемы я допустим смотрю в классер профайле то есть максимально здесь использую пространство для графика да кстати обязательно рекомендую тем кто настроен достаточно долго использовать платформу setup global hotkey горячие клавиши для ежедневного применения незаменимые функции допустим то же самое скрыть поле настроек либо же переключиться на менюшку вот допустим скрыть панель контрольную у меня минус стоит все нажал и удобно так же в не в стакане а в окне ордеров можно хот кейс настроить для торговли там buy market sell market определенные клавиши вспомнить старину когда клавиатуру были с определенными наклеечками buy market sell market так дальше по тиковому графику то есть это за current период объем за какой-то допустим интервал то есть максимальный 5 минут час и мы будем видеть с таким какой там период я выбрал 15 минут окно это S&P тут естественно все будут 15 минут отображаться то есть подкрашиваются те тики которые в течение 15 минут сформировали самый крупный объем из всех цен которые были за эти 15 минут то есть вот это 15 минут допустим каждый тик будет подкрашен непосредственно тем фильтром которым вы укажете цвет согласитесь что на темно-сером тиковом графике такие фильтры очень хорошо видно баровый грамм вернее в таком режиме ну тоже видно но это темно бордовый цвет плюс постоянно длительное время смотреть на яркие оттенки модулей на 8 мониторке очень быстро глаза устают и сильно давит визуально поэтому такие темные оттенки в основном ну и показывать максимальный тик с максимальным объемом в течение какого-то периода времени поставим 15 минут и оранжевые тики это самый крупный тик за 15 минут то есть мы видим такой вот подсветочка либо же вот в таком формате полторы тысячи контрактов давайте вернемся на РТС либо другой какой-то рынок какой интересно посмотреть вы пишите там я сразу замечу и на вашем инструменте будем дальше рассматривать тиковой график и так возвращаемся на индекс РТС с вот таким вот стакашкой 1200 контрактов на 99 700 здесь таких масштабов нет вот обратите внимание какая была активность мы видели с вами вживую вот этот участок на шорт добросили 100 128 контрактов потом активность байеров особо не наблюдалось видите такие пустые были по активности первая вспышка тут по 30 контрактов набросали чуть-чуть и вот снова они появляются здесь у нас 169 вот они отобразились во первых вы на alert это можете увидеть и так бидаск тайп и так бидаск тайп тик определением бидаска платформе волфикс есть два режима здесь здесь видите агрессор сейчас включен и первый тип который был изначально наши такие разработки тик директ значит в то время когда у нас не было потока ли биржи маркировки по агрессору ликвидности но объем в чистом виде допустим вот представьте себе ом пошли думаю вам слышно слышно было алертики в чистом виде представьте себе вот допустим 100 контрактов объем байер купил селлер ему продал вопрос куда пойдет маркет после этой сделки в сторону агрессора кто из них агрессор кто из них агрессор кто из них хочет ну мысли в правильном направлении на самом деле на самом деле если мы имеем только такое количество данных да по сути ответить куда пойдет цена невозможно либо гадать но принять проанализировать и выдать решение так как это единичная сделка в каждой сделке всегда участвуют байер и селлер по сути если есть байер а нет селлера то сделка как бы не будет проведена вы хотите купить дом чтобы его купить нужно найти у кого купить у компании у частных лиц если никто не продает дома то вы не сможете его купить либо построить придется но это уже не покупка это уже стройка соответственно чтобы байеру купить должен быть селлер всегда вот эта пара должна присутствовать но имея только эту информацию по объему то есть объем сделки одной и все определить направление вектор дальнейшего тренда сложно когда у нас есть ряд сделок допустим надо фильтр снимать какая-то активность агрессивная но в 21.30 это мы когда работали по статистике в 21.30 как раз ребята со смарт волюм трейдинг особенно активно костя по истории работал 21.30 очень часто срабатывает вспышка такая по ликвидности вот вы видите эти алертики ну вам по сути столько алертов не нужно хотя бы 1-2 то есть чтобы они вас не мучили тут ставьте побольше конечно ликвидность на алерт желательно либо по хай лимиту либо по лоу лимиту но не ниже потому что будет вот такая постоянная звуковая надоедалка и лишний раз будет отвлекать от анализа и мониторинга рынка так сейчас нужно подсветить бары вот видите в каждый тик в этом движении за селлером вернемся к тег директ немножко отвлекся только отпечаток да если есть информация кто инициатор сделки то есть допустим байер прибежал к селлеру да то есть у него есть желание купить дом соответственно селлер выставил в рыночную цену лимитный ордер байер уже соглашается или не соглашается зачастую как раз баймаркет прыгает к этому аску которая не особо приятный и наоборот то есть на бирже возможны обе ситуации в жизни обычно первое редко когда к вам приезжает домой либо офис менеджер автосалона и просит купить у них автомобиль потому что его никто не покупает так вот видите как после каждого активного селлера вот начинает опять подтягивать силы свои байеры вот эти все три импульса кроме да все три все были на каждый тик фактически ну я так в общем контроль за селлерами был вот они даже видно и хорошо если допустим у вас немножко зрение слабое можно толщину тиков сделать вот так и будет вообще отлично соответственно когда у нас есть маркировка кто агрессор из двух вариантов байер либо же селлер и их активное и очень учащенное желание произвести какую-то сделку соответственно сделать выводы по векторности рынка уже становится намного намного легче пока не было данных агрессора мы определяли их агрессора по направлению тика то есть если вы баймаркет открываете позицию по рынку то соответственно вы улетаете к ближайшему аску и направление тика асковое то есть мы маркировали направление тика и присваивали объем маркер бит либо же аск исходя из направлении тика то есть то есть агрессор получал вот такой вот такую маркировку даже сейчас можно настраивать тип тик директ его специально еще не убираем из них двух соответственно наиболее точный это агрессор так как это бирже маркирует то есть уже ей виднее в режиме тик директ они немножко отличаются ну допустим если взять там 15 минут на таймфрейм то и в одном и во втором типе 15 минут к общей будет на продажу обе они будут какие-то краткосрочные моменты там все вся причина в том что в одном тике не весь объем может быть чисто по агрессору на продажу либо по агрессору на покупку мы это с вами видели в тик серче а я уже закрыл то есть помните да в одном тике 100 контрактов и дельта 9 то есть это уже говорит о том что не все 100 контрактов на байере либо же на селлеров а тик директ он же как бы под одну гребенку весь объем маркировал столько бидов или бетулкас поэтому немножко идет на коротких таймфреймах небольшая может быть разница но большинстве случаев они очень процентов 90 сходства почему мы их не убираем есть такие инструменты которые допустим нет маркировки и это очень дает огромный горизонт возможностей применения то есть конкурентно это отличный инструмент ни у кого нет а у нас есть то есть определение маркировка так все прелести тикого графика дальше идем 250 контрактов так и не продавили продолжает активность создавать селлер видите здесь так хорошенько продавливают а байеры если появляются то периодически и не очень ликвидно то есть пока не начнут появляться хорошенькие увесистые байеры динамика может дальше продолжаться и еще один момент стакан тоже можно настраивать это возможность коррелировать несколько два графика тиковых одновременно возьмем допустим кто-то писал бренд было бы неплохо посмотреть берем бренд и добавляем сюда CL марку light secret oil second chart вбивайте тикер инструмента которого хотите в что есть ватасе что что есть такое тас Ну, правильно, агрессор есть у всех А, Тег Директ есть А та своя платформа какая-то, да? Такая же Вот Отлично Это хорошо, что есть Вот, собственно Бренд вместе с Light Sweet Crude Oil Также можно на втором графике Фильтровать ликвидность Допустим, здесь мы поставим Чтобы четко разделять, где Чей фильтр, мы сделаем вот так вот Ну, не-не-не-не, можно не заметить Давайте вот так выпускаем Это все для синего графика, ну и красный, оранжевый для серого Корреляция двух марок нефти Включаем режим дельта Режим дельта вот здесь, если включить кнопку Честно, некогда мониторить, какие еще платформы есть Просто Есть, да и отлично Здесь дельта отображается не Агрессора, бедаск А непосредственно отклонение тикового графика одного относительно второго То есть, таким образом можно Отлично мониторить Дисбалансировку По активности, допустим Светло-серый график и темно-серый график Это такое решение, конечно, я выставил Не сильно Вот так лучше видно Я, допустим, смотрю Тот же NQ, S&P Вот, корреляция Если, допустим, для валютного рынка Хороший такой пример Это Фьючерс на пару евро-доллар и франк У них неплохая корреляция То есть Да и вообще, как бы, это только тиковый график Что на баровом графике Полезно мониторить Рынки в корреляции Ну, фундаментально Взаимосвязь с рынком Рынков между собой Она все быстрее и быстрее То есть, реакция на одном рынке Быстро отображается на Соседних рынках В которых есть взаимосвязь И Увидеть ее раньше Хотя бы на тиковом графике Дорогого стоит То есть, ну, фора Хотя бы там на полминуты Передвижением Достаточно неплохой фактор Это тиковый график В корреляции Режим корреляции Двух тиковых графиков Арбитраж Есть у нас возможность Статистический арбитраж Торговать Сейчас я вам покажу Режим корреляции Режим корреляции Режим корреляции Все несложно Включайте режим Арбитраж И Подключайте аккаунты Счета торговые Для бренда Допустим, у вас у одного брокера Счет открыт Лайтсфит у другого Либо у одного Брокера То есть Кто как Предпочитает И Здесь учитывается При открытии позиции Давайте что-нибудь Клацнем сейчас Без настроек Ну вот Пускай будет там Баймаркет Не самая идеальная ситуация Конечно На статистический арбитраж Но чтобы вы видели Как происходит Отображение Вот видите Покупка на базисе Это бренд И автомат Открывается на Арбитражном На ведомом инструменте На CL В данном случае Открыто Также два контракта Но Платформа учитывает Весомость Одного инструмента И Даже расчеты Если в разных валютах Идут Также учитывается То есть Если вы допустим Будете Арбитраж Производить Индекс РТС И СНП То естественно Расчеты будут В рублях И в долларах И Волатильность Учитывается Если вы откроете На СНП Там 50 контрактов То на рубле Будет открыто Не 50 контрактов А эквивалентно По весу И по влатильности Относительно СНП Это незаменимая вещь Для Особенно Таких Мелких Арбитражных Сделок Постоянно Рассчитывать Головей Эти все Автоматические Расчеты Поэтому Среди Трейдеров Не так развит И не так Популярен Статистический Арбитраж Именно из-за Этих Моментов Потому что Не рассчитывая Весомость И волатильность Коррелирующего Инструмента Будет Абсолютно Бесполезно Заниматься Арбитражом Вообще Ну и плюс Не зря Высокочастотники На процентов 70-80 Арбитражники Ну вот эти Статистические Микроарбитражники Вот Ну и соответственно Итог общий Итог отдельный Если рассматривать Каждую сделку Вот Это все Отображается Здесь И Даже В Листе Ордеров Они идут Отдельной группой Арбитраж То есть Совместно Даже Есть рейтинг По Арбитражным Трейдерам Просто Мы о нем Особо не Упоминаем Так как Там их мало Ладно На сегодня Все Я думаю Час 45 Был Интересен Для вас Полезен И вы Не зря Этот вечер Посвятили Тиковому графику Если есть вопросы Давайте еще Пару минут На вопросики Ответики Если нет Тогда Приглашаем всех В пятницу Новости Онлайн А 12 числа На следующий Вебинар Где мы Уже на другую Тему будем Встречаться Также В 20.00 Эта же ссылка Запись будет На окна YouTube На Facebook Там все это Можете узнать Напомню Что Smart Volume Trading 18 числа Будет Третий Открытый Вебинар Последний И После него Будет Собрание Участников Группа На которой Уже будет Все Характеристики Когда Что Расписание Вот И Ссылки На закрытый Форум Ссылки На Группу На Skype Чаты Это Все Будет Уже Там Поэтому Еще Два Открытых Два Открытых Будет Агрессор Технически Да Это По рынку Заходит Все Вам Спасибо Что Пришли До Следующего Открытого Вебинара До свидания Пока Открытых